Юбилей города Нефтекамска 12 августа 2013 года был заключен договор Венером Гаязовым с благоустройством на выполнение работ по установлению пешеходных ограждений на молодежной аллее по проспекту Комсомольскому. Выполнить условия документа получилось точно в срок. Две недели и на новой аллее города качественное ограждение, которое выдерживает натиски любой непогоды. А вот обещанная сумма за проделанную работу в течение двух месяцев по договору до сих пор так и не поступила. Прошло полтора года, до сих пор денег никто не оплачивает. Обращался и в администрацию к Абдулину с просьбой, чтобы он нам помог. И он вроде как помогал, звонил, просил Чистякова, но никаких мер не было принято Чистяковым и Сапожниковым. Как я знаю, что Чистяков был заместитель генерального директора, а Сапожников вроде как там генеральный. Проблема оплаты выполненной работы вполне могла бы заключаться и в задержке оплаты администрации. Но и на этот вопрос мы узнали ответ. Администрация городского округа, город Нефтекамс, подтверждает, что работы по установке пешеходных ограждений по проспекту Комсомольский от улицы Карла Макс до улицы Карцева выполнены в августе 2013 года. Выполнены они в полном объеме и оплаты за произведенные работы полностью согласно справкам КС-2 и КС-3 оплощены. А оплощены они о благоустройстве в полном объеме. Работа выполнена без проблем, перевод суммы произведен, так что же мешает получить заработанное? Этот вопрос не давал покоя Венеру Гаязову. С ним он неоднократно приходил к учредителю благоустройства Геннадию Сапожникову. Но одними диалогами проблему решить не удалось. И Венер Гаязов обратился в арбитражный суд республики. Как ни странно, решение суда принято в пользу истца со всеми издержками и процентами. Но и этого оказалось мало. Решить проблему учредитель благоустройства, он же депутат городского совета, предлагает заменив деньги строительным материалом. Сходили к нему на разговор, на что он нам ответил. Ребята, либо забирайте гравием, цена закуп 500 рублей. Но на данный момент, если я, допустим, пойду в Калишкову, я у него куплю закуп 300 рублей за куп. То есть цена нереальная, естественно. И покажет он мне гору и скажет, вывози сам за свой счет. Для меня это невыгодно. И к тому же он ответил, если, говорит, не хотите взять гравием, то, говорит, ждите. Может год, может два, может три. И тогда, возможно, я вам заплачу эти деньги. Венер Гаязов за добросовестно проделанную работу ожидает свои выплаты вот уже полтора года. Видимо, народная пословица обещанного три года ждут. В этом случае стало отражением реальной действительности. Из-за этого конфликта горожанам следует сделать вывод, а также понять, к чему приводит сотрудничество с этим нечестным предпринимателем.